привет друзья мои это солома очень рада вас видеть на своем канале и сегодня хочу поговорить с вами о том какие продукты нельзя хранить в холодильнике честно сказать раньше вообще об этом не задумывалась просто не глядя все клала в холодильник а потом узнала что большинство продуктов которые мы вот прямо таки привыкли всю жизнь там хранить оказывается в холодильнике хранить нельзя и сейчас я вам расскажу почему итак начнем с самого популярного заблуждения картофель оказывается если хранить картофель в холоде то картофельный крахмал преобразуется в сахар при низких температурах в картофеле образуется глюкоза из-за чего картошка становится слишком сладкой и теряет свою форму при термообработке более того в замерзшем картофеле при варке образуются канцерогены холодильнике также не стоит хранить томаты или помидоры дело в том что из-за холодного воздуха помидоры теряют запах и вкус и в принципе вся структура овощей меняется помидор становится рыхлым и невкусным зелень вообще ее лучше сразу замораживать она не потеряет вкусовые качества и сохранит влагу а если хранить зелень в холодильнике то она вянет и витаминов в ней становится гораздо меньше ну если уже вы оставляете зелень в холодильнике то заверните ее в бумагу или хлопковую салфетку тогда они впитают влагу и зелень не будет гнить цитрусовые дело в том что в холодильнике они хранятся гораздо меньше и вообще есть такая информация что все тропические фрукты теряют свои витамины в непривычной климатической обстановке что для них естественно холод насколько я знаю апельсины лучше храните с чередованием температур то есть поддержали в холодильнике потом на часик достали потом снова убрали в холодильник я пробовала да так действительно хранится дольше репчатый лук дело в том что репчатый лук вообще хорошо впитывает запахи других продуктов и оставляет им свой запах а при повышенной влажности он еще и размягчается и покрывается плесенью поэтому лук лучше хранить как и картофель в прохладном сухом месте но один момент ни в коем случае не храните лук и картофель вместе потому что так они быстрее испортятся мед также не стоит хранить в холодильнике потому как если это натуральный мед его нужно хранить в обычной стеклянной банке с плотно закручивающейся крышкой так он простоит целую вечность а при низких температурах мед быстрее засахарится и станет твердым бананы холодных температурах они быстрее созревают поэтому если вы купили уже спелые бананы то в холодильнике они быстро почернеют станут мягкими если же бананы слегка недозревшие то можно положить и в холодильник там они быстрее созреют очень многие люди хранят холодильнике хлеб но на самом деле это бессмысленно потому что в холодильнике он становится влажным и жестким в течение трех-четырех дней хлеб отлично хранится на столе накрытой бумажной салфеткой существует очень много споров о том где правильнее хранить яйца и все-таки по последней информации яйца лучше таких хранить в холодильнике но не на подставках для яиц которые обычно можно найти на дверце холодильника из-за того что дверца постоянно открывается и закрывается яйца подвергаются изменению температур и в результате начинают гнить и портится ну и последнее что я хочу сказать это шоколад я знаю что многие кладут его в холодильник чтобы он не таял и дольше хранился да я и сама так делала но когда шоколад достают из холода то в нем вырабатывается конденсат он растворяет часть сахара в шоколаде и оставляет на поверхности белый налет ну что же друзья мои я очень надеюсь что это видео было вам полезным а если так то подписывайтесь на мой канал нажимайте колокольчики ставьте лайки и замечательного вам дня